В Красноармейском районе чиновники выдавали многодетным семьям пустые земли без коммуникации и дорог. Нарушение прав после нашего сюжета, где мы подробно рассказывали, в каких условиях предлагают жить и строиться семьям, подтвердила прокуратура. А сам глава районной администрации сразу же решил сменить место работы. Речь идет о двух территориях, где местные власти в обход федерального закона предоставили семьям здесь менее подготовленной сотки, без газопровода, электричества, водоснабжения и дороги. По сообщениям районной администрации, до одной из них постепенно доходят блага цивилизации и есть планы по дальнейшему развитию микрорайона. А вот на другой территории, помимо отсутствия коммуникаций, обнаружилось куда больше неожиданностей. В этом овраге с заросшими деревьями находился тракторный парк бывшего совхоза, а рядом по сей день расположена районная ветслужба. Были предоставлены участки многодетным семьям на территории земель промышленного назначения. Несмотря на это, они не привели все необходимые исследования почвы. То есть, возможно, почва содержала наличие тяжелого металла, нефтепродукта и иные загрязняющие вещи, которые исключали возможность предоставления данных земель многодетным семьям, что также является нарушением. Прокуратура инициировала вопрос о проведении исследований данной почвы. По результатам проверки Роспотребнадзора в почве на территории бывшего совхозпарка содержатся загрязняющие вещества, в том числе мышьяк, свинец и цинк. Но их показатели не превышают допустимых значений. Между тем, прокуратура Красноармейского района направила в местную администрацию предписание с требованием начать организационную работу по подведению коммуникаций. Если чиновники не начнут собирать необходимые документы в течение месяца, прокуратура обратится в суд. Правда, решать проблему с участками для многодетных придется уже новому главе администрации Красноармейского района.